На четвертом канале итоги недели продолжаем. Завтра день строителя. Как поживает строительная отрасль? Как будут меняться цены на жилье? Об этом поговорим. В студии итогов недели. Владимир Критский, управляющий ЗАО ЛСР Недвижимость Урал. Добрый вечер. Сергей Киселев, его министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Добрый вечер. И Вячеслав Бразовский, генеральный директор группы компании Брозекс. Добрый вечер. Добрый вечер. Поздравляю вас с наступающим праздником. И это праздник со слезами на глазах для строителей. Потому что есть поводы быть не совсем довольным происходящим. Или все-таки ура, ура, мы победим? Но не все так печально. Мне кажется, никто не умер, поэтому слез на глазах нет. Но есть грустинка легкая. Давайте небольшой анализ. Что происходит в отрасли? Владимир Павлович, давайте. В отрасли наблюдается определенное снижение темпов строительства. Оно объективное. Учитывая не такие высокие доходы людей, которые могут себе позволить купить квартиру. Но потребности в жилье, они были всегда, есть и будут. Потребности в объектах судскольбы-то сохраняются. Тем более в государстве реализуется программа строительства школ. Да, определенный спад наблюдается. Да, сложно живется строителям. Но, тем не менее, это не повод для того, чтобы грустить. Это повод для того, чтобы находить новое решение, оптимизировать и проектное решение, работать над себестоимостью, для того, чтобы в этой ситуации выстоять, сохранить коллективы и работать дальше. Что чувствуете вы, Вячеслав? Потому что по вашим объемам-то можно очень много о чем догадаться. На самом деле, рынок падает. Это видно. Но какую тенденцию мы нашли у себя. Мы исчерпали все резервы себестоимости. Примерно себестоимость получилась понизить где-то ориентировочно на 12%. И мы понимаем, что все, уже ниже нет. Некуда идти вниз. И? Ну и. Мы очень надеемся, что будут госпрограммы. Мы очень надеемся, что будет доступна ипотека. Если будет доступна ипотека, у строителей будет все хорошо. Вот смотрите, вот потому что, чем вы снабжаете, в каком количестве снабжаете, можно строительную отрасль? Или можно понимать, как она живет? Вот ваш диагноз какой? Сегодня падение рынка 20-30%. И сегодня, однозначно, мы видим, что застройщики идут в уменьшение себестоимости. Это падение продолжается? Или оно затормозилось вот на этом уровне, о котором вы сказали? Нет, падение рынка остановилось. Мы видим, что оно остановилось. То есть дно наконец, да? Дно нащупали? Где-то рядом хрупкое. Осторожно, не топать. Да. Но строители перестроились. Хотелось, чтобы это дно стабилизировалось. Я думаю, что еще пару лет будет сложно. А дальше, мы думаем, что бесконечно это продолжаться не может. Мы начнем потихоньку расти. Мы готовы к этому. Значит, у строителей еще есть ведь особенность такая, что мы во многом зависим от подготовленной проектной документации, от наличия земельного банка и так далее. Поэтому вот этот промежуток времени, он еще играет в плюс именно. Почему? Потому что мы задумались о планировках, которые мы строим. Мы начали делать новую проектную документацию, исходя из потребностей рынка. И сегодня у нас достаточно большой выбор той проектной документации по квартирной. Мы можем строить и большое жилье, и малое жилье, какое угодно, какой рынок востребует. Мы переосмыслили все проекты, которые есть, еще раз вернулись к ним. Значит, поэтому есть в этом и свой плюс. В гонке мы этого не замечали. Сергей Алексеевич, что видно из министерского кресла? Давайте, да, я немножко цифрами. Напомню, что в прошлом году у нас же был рекордный ввод жилья. Порядка 2,5 миллионов квадратных метров было введено. Это абсолютный рекорд, такого не было и в советские времена. Еще немного цифр. В этом году у нас план составляет 2,2 миллиона. По итогам 7 месяцев мы видим, что сдано чуть более миллиона квадратных метров. И в этом смысле мы видим, что есть небольшое снижение, как раз порядка 25%. Но что здесь, в общем-то, очень важно, что на 1 января, мы же анализируем и объемы незавершенного строительства. То есть на 1 января текущего года у нас, по данным, было порядка 3 миллионов квадратных метров вне завершенки. То есть это вот то, что сегодня, как бы тот багаж, тот задел, который позволит, в принципе, нам выходить на 1 января. Дмитрий, а вот вам принципиально вот это 2 миллиона? Я понимаю, что это красиво, кругло, но вот... Но вообще, если говорить еще дальше, то в 2016 году у нас губернатор нам поставил задачу на 2,6 выходить, в 2017 году. Но этого не получится. Поэтому такие амбициозные вещи. Знаете, эти же цели, они же ставятся не для того, чтобы быть просто целями. Это же те ориентиры, на которые мы, в общем-то, и смотрим, когда формируем ту же госполитику, свои госпрограммы. Поэтому здесь есть еще один момент. По итогам 7 месяцев, порядка 600 тысяч квадратных метров было сдано именно юридическими лицами, застройщиками. То есть это порядка 95% от общего уровня прошлого года. То есть при общем снижении мы видим, что ИЖС падает. И здесь как раз это, наверное, тот момент, где нужно поработать по стимулированию индивидуального жилищного строительства. А в целом я бы относился сегодня, в 2016 году, с таким достаточно сдержанным, но оптимизмом. Что может сделать власть в вашем лице для того, чтобы помочь строительной отрасли? А строительная отрасль, если кто-то не понимает, это чрезвычайно важно, потому что это не только стройка дома. Это очень много чего вокруг. Да, вы абсолютно правильно сказали, что вообще на самом деле одно рабочее место в строительстве дает, по сути, около 8 мест. Где-то 8-7-8 мест, это в смежных отраслях. Безусловно, строительство это такой драйвер, локомотив развития экономики. Хорошо в стройке, в общем-то, и хорошо всем. Теперь, что касается того, что может сделать исполнительная власть. Ну, безусловно, у нас в госпрограмме предусмотрены меры поддержки стимулирования именно спроса платежеспособного. Это, вы знаете, и субсидирование процентной ставки по ипотеке. Это мы сейчас пересматриваем направление, связанное с тем, чтобы, в общем-то, способствовать развитию именно инфраструктуры. Для того, чтобы повышать привлекательность участков, с тем, чтобы строитель, в общем-то, занимался строительством. Ну, и, конечно, в первую очередь мы решаем социальные вопросы. Это строительство объектов социальных объектов, такие как детские садики. Вы знаете, что в прошлом году... Ну, это же стройка, конечно. Да, то есть это тоже стимулирует и отрасль, и решает социальные вопросы. В прошлом году, я просто напомню, 59 садиков было построено. Почти 12,5 тысяч детишек пошли в садик. Но в состоянии, Владимир Павлович, вы чувствуете какую-то поддержку со стороны власти, субъекта? Нет, то, что касается соцслужбы, то, конечно, мы это ощущаем, потому что и в наших жилых комплексах появляются и детские сады, и школы, которые финансируются за счет бюджета. Я считаю, что в кризис власть должна решить две проблемы кардинально. Первое. Помогать в текущем решении вопросов согласовательных, оформления исходно-разрешительной документации и так далее, запускать на самые короткие. Слишком много участников этого процесса, я имею в виду органов, которые согласовывают, поэтому исполнительная власть должна эту процедуру взять в свои руки. То есть вот вы считаете, что есть над чем поработать вот в этом самом бумажном море, которые как-то у нас вроде пытались сокращать, сокращать? Я предыдущий кризис прошел в другой должности, поэтому наглядно ощущал и понимаю, какие меры поддержки строителям сработают безусловно. Вот эти комиссии, мы их тогда называли антикризисные, на которых по обращению застройщика, когда он долго не может пройти согласовательные процедуры и так далее, собирались эти комиссии, где все участники этой длинной цепочки присутствовали за одним столом и моментально проходили согласование. Это первое. И второе, значит, вот меры господдержки, связанные с развитием инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, нужна программа. Где что будет строиться? Тогда и мы определимся, где мы будем строить, где мы строить не будем. — Подождите, но есть же генпланы? — Генпланы есть, но я имею в виду программы бюджетные по развитию инфраструктуры каждый год, которые в бюджете предусмотрены. Строительство сетей, строительство дорог и так далее. Они должны быть долгосрочными. Мы должны понимать, где в каком году будут строиться эти объекты. — А, то есть вот вы начали здесь строить какой-то жилищный комплекс, а к нему как раз подтянули дорогу. — Совершенно правильно. Мы должны понимать, в каком году дорога придет. Тогда и мы свои, любой застройщик будет свои планы выстраивать в зависимости от того, какие сроки будут обозначены программами. — А, Вячеслав, вот вы тоже знаете с разных сторон и кризисы, и отрасли. А что бы вы посоветовали государству? — Я соглашусь с Владимиром Павловичем. На самом деле, когда мы вошли в 2008 год, очень тяжелый был кризис. На самом деле, меньше строительной отрасли даже было готово к нему. Ускоренное оформление. Не то, что закрывать глаза, а именно помогать застройщику двинуться вперед по разрешительным моментам. Где-то посадить за стол переговоров инфраструктурные предприятия, которые подают воду, электричество, канализацию. Вообще, нужен системный подход. Как правило, в кризисные такие моменты... Ну, я не буду говорить кризис. На самом деле, это спад. Это такой ожидаемый спад. — Так уже привыкнуть надо. Уже это надолго. — Ну, так на самом деле, у власти главная задача — это дать сервис. Дать сервис отрасли. В отрасли сегодня работает 170 тысяч человек. В строительной отрасли. Понимаете? То есть, это, по большому счету, сопоставимо с по людям, с металлургической отраслью. — Вот, судя по советам, власть все-таки не делает то, что до конца, то, что могла бы. — Ну, регион не может дать, как сказать, доступную ипотеку. Не может. — Ипотеку не может никак. — Да. То есть, а ипотека сегодня один из ключевых моментов. Но регион может дать, на самом деле, понятные земельные участки и, самое главное, подвести к ним... — Потому что, насколько я знаю, регион старается это делать, в общем-то, изо всех сил. — Еще нужно больше. — И в этом смысле, как раз, я бы хотел напомнить, что есть такой рейтинг инвестиционной привлекательности, который коллеги из ОСЕ ведут. И Суфербовская область по выдаче ГПЗУ, по выдаче разрешительной документации существенно поднялась в этом рейтинге. То есть, работа идет. — Мы же не говорим, что ничего не делается. — Да. Что касается объектов именно непосредственно про инфраструктуру, да, у нас есть программа, так называемая трубы на метре. Можно размышлять о том, как она работает, да, но мы проанализировали, в общем-то, скажем так, отрицательный, да, опыт этого всего, всей этой истории. И сегодня, на самом деле, вы правильно отмечаете, но мы уже готовы, мы работаем при формировании нашей госпрограммы. Именно один из приоритетных вопросов сегодня — это, безусловно, обеспечение инфраструктуры. Вы знаете, что есть... Это тоже в эту же тему. Дмитрий Анатольевич Медведев своим постановлением, в общем-то, есть постановление, которое обязывает ликвидировать очередь многодетных семей в течение трех лет по предоставлению земельных участков, обеспеченных инфраструктурой, что самое важно. Поэтому здесь мы собираем некие вот эти все поручения, да, все программы и пытаемся, да даже не пытаемся, мы, безусловно, уже выполняем эту работу с тем, чтобы содействовать комплексному освоению территорий, обеспечивая эти территории комплексно объектами инженерной инфраструктуры. То есть в том числе и дорогами. У нас есть соответствующее соглашение между министерствами, там у нас участвует Министерство энергетики, Жизнь и Коммунального хозяйства, Министерство транспорта. Мы в июле подписали соответствующее, в общем-то, соглашение взаимодействия. И, скажем так, нормативная база у нас создана. Вопрос финансирования всего этого будет рассматриваться где-то ближе к октябрю. То есть мы эти все мероприятия включаем. Что будет с ценами на жилье в течение остатка половины вот этого года? По-вашему. Ну давайте сориентируем. Ну вы же разбираетесь все в этом. Сориентируем зрителей, тех, кто хочет или продать, или купить. Чего им делать? Что было, то и будет. То есть не изменится? Цена снижаться не будет, если чуть-чуть она понизится по определенным застройщикам. Но программы, которые мы сегодня рассматриваем, предусматривают скидки, рассрочки и так далее. То есть удлиняют процедуру платежа. Делают ее более доступной для граждан. Но цена падать не будет. Ну то есть сейчас, насколько я вижу, застройщики, они играют с различными маркетинговыми инструментами, предлагая вот так купить, сяк купить, с чем-то еще купить внутри. Мы вас занесем туда на руках и так далее. Но не с ценой уже. Застройщики сегодня работают по двум направлениям. Первое. Значит, выводят на рынок квартиры меньшей площадью для того, чтобы в абсолютной цене человеку она была доступна. Появились студии в 26 квадратных метров. Вот что вы смеетесь, Алексей Ильич? Я понимаю, что для вас это маленькая квартира. Подождите. Я начинал жить, когда стал самостоятельным человеком в малогабаритке 22 квадратных метра. В советское время это была программа строительства такого жилья. Нет, так и слава богу, потому что всем же кому-то надо начинать с чего-то дешевого, но своего. Первое. Квартиры появились меньшей площадью за счет абсолютной цены. Они становятся более доступны для граждан. И второе. Это возможность помочь гражданину купить квартиру путем рассрочек, скидок и так далее. Можно подтвердить слова, да, Евгения Павловича. Здесь так немножко цифр. Я буду сегодня цифрами. Давайте, давайте. Да, значит, смотрите, в 2010 году средняя площадь продаваемой квартиры в Екатеринбурге была 75 метров. В 2015 средняя площадь продаваемой в Екатеринбурге составляет 55 квадратных метров. То есть падение площади средней порядка 25-30%. Ну вот такой спрос сейчас. Но рынок, слава тебе господи, достаточно быстро на него реагирует. Да, 53% сегодня квартир в Екатеринбурге однокомнатные и студии от всего объема. Более 50% это однокомнатные квартиры. Это, наверное, одна из мер, которые пользуются застройщики с тем, чтобы доступность обеспечивать. Мне кажется, сегодня работают все-таки все на грани уже себестоимости. Поэтому здесь вот эти меры, они на самом деле оправданы. И визит, недавний визит Игоря Ивановича Шувалова как раз показывает о том, что, в общем-то, и федеральная власть смотрит на, скажем, снижение общей площади при не снижении качества квартиры, да, как одна из мер повышения доступности жилья. Сейчас Вячеслав Пеусич объяснит, что он смеялся на 26 квадратных метрах. На самом деле спрос падает, и это объективные вещи, что, к сожалению, вынуждены предлагать на рынок, да, то есть строители вынуждены предлагать на рынок квартиры меньшей площади. Это такая тяжелая тенденция и не самая лучшая. Я хочу сказать про себестоимость. Однозначно мы видим по застройщикам, так как поставляем материалы, и финишные отделки, и средние отделки, да, то есть как бы все, уже все возможности, ну, там, скажем, вся моржа уже нету. То есть они уже четко меряют слои, они уже четко меряют, так скажем, материалы, которыми делают. Но есть другая тенденция, которую мы сегодня видим, и у Владимира Балыча тоже на объектах это есть. Это улучшение качества отделки мопов. Мы это прям видим. Место общего пользования. Подъезды стали лучше и качественнее делать. Намного. Пошел другой керамогранит. Пошли на... Ну, а потому что для нового покупателя должна быть радость заезда в квартиру, да, то есть как бы... И мы видим сегодня на то, что застройщики уходят уже, так скажем, они уже выходят за грань себестоимости. Они пошли выше, предлагая те же самые студии, да, то есть как бы коридорный тип, да, то есть как бы там восемь студий на этаже, но отделка сегодня, место общего пользования уже, ну, просто идеальное. Уже в квартирах некоторые так не делают, как делают сегодня застройщики в местах общего пользования. Ну, то есть отрасль где-то поскрипывает, но... Поскрипывает, но живет. Бодро поскрипывает. Но вперед двигается. Тогда я вас поздравляю с Днем строителя, и если у вас есть желание сказать какие-то слова по этому поводу, обращаясь хоть к коллегам, хоть к жителям, потому что мы все ваши клиенты, мы же живем в том, что вы построили, или работаем в том, что вы построили. Пожалуйста. Я бы с удовольствием хотел поздравить и всех горожан, а в первую очередь и строителей, и ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником. Все мы так или иначе связаны со строительством. Дай Бог, чтобы в отрасли все было хорошо. Благополучия всем участникам, строителям, которые работают именно в этой сфере. Ну и всего самого доброго. Я бы хотел сказать, что строительная отрасль Свердловской области сегодня одна из ведущих в Российской Федерации. У нас прекрасные строители. Владимир Павлович не даст соврать. У нас производители качественных материалов в Свердловской области. И вообще профессионалов в Свердловской области очень много. И поэтому мне, например, очень приятно обратиться было бы ко всем причастным к этой строительной тематике. А я думаю, что если так по большому счету, то, наверное, каждый из нас немножко строитель. Поэтому это общий праздник. И, конечно же, поздравляю всех с праздником. И желаю чуть-чуть терпения, удачи и хорошего настроения. Завершайте, Вячеслав. Я хочу, наверное, пожелать оптимизма будущим жителям наших домов. Потому что мы строим не просто так, мы строим для людей. И главное, чтобы у людей была возможность заехать в новый современный дом. Поверьте, у нас есть с чем сравнивать. Мы много лет на рынке. Сегодняшнюю квартиру, радость заезжать. Она качественная, она теплая, она энергосберегающая. И всем хочу пожелать оптимизма для того, чтобы люди сменили свое жилье на более просторное. С Днем Строителя всех! Увидимся в понедельник в программе «Стенд». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова